Потому что и в предыдущей карте были айс пассы, там по огромному количеству героев, это дополнительный такой дизейбл, очень неприятный, так что Джакиро находит свое применение в любых стадиях. Так, Джакиро хорош для тауэр-дэмэджа, Урса это плохой тауэр-дэмэдж, Бэтрайдер это тоже плохой тауэр-дэмэдж, а вот Джакирос это то, что нужно. И против Сларка хороший аое-дэмэдж никогда лишним не будет, чтобы он не чувствовал себя неуязвимым в Шэдоу Дэнс, надо брать какой-то аое. Ну что, опять бан Тимбера от команды Invictus Gaming, интересно. Или же все-таки в этот раз, или же все-таки в этот раз не будет. Нет, Тимбер я думал то, что у цедеков может появиться в этой игре, вот они просто Джакироса забрали, соответственно, велика вероятность появления Тимбера. Ну что-то как-то вот я посмотрю на линии, там где-то видимо придется стоять в соло Тимберу, ну вообще... Ну Тимбер соло мид, если он и будет у цедеков, то это будет соло мид Тимбера, только если так. Но Invictus Gaming банят нагу, побаиваются все-таки того, что может появиться этот герой, легионку, этот персонаж, мне кажется, контрит сильнее всего. Он даже не дает урон наносить во сне. Там можно, конечно, Грейв кинуть, да, там подхилить или еще как-то, но если ты кастуешь сон, то ты 100% не даешь выиграть. Правда, если у легионки нет блэкинг-бара, если есть, то увы. Да и вообще, в принципе, против наги играть не очень-то комфортно. Мерзкий герой. Как и Алхимик, например. Мерзкий персонаж, согласен. Кунка. Кунка. И опять то же самое. Нас будет с вами ожидать. Это будет Рубик плюс Кунка. Это будут персонажи, которые активно перемещаются по карте, давать торренты, инициировать с большой точки. Возвращать нужных героев, своих, чужих. В общем, хороший, добротный такой, ромящий персонаж. Кунка. Кунку любят. Это хорошо, что Кунку любят. Получается. Получается у нас, что Лиджин Коммандер будет в мид стоять. В миду. Больше ей идти некуда. Сларк на легкой. Сэнкент по флейн. Рубик Кунка 2 саппорта. Я же не думаю, что Кунку как мидера будут использовать. Нет. Кунку как мидера, естественно, использовать Invictus Gaming не будут. Они в мид легионку поставят. Ну, а цедеки увидели в пике Деваврора, которого никто не забанил, и решили забрать его. Шейд будет играть на ОД. Ну что ж, прекрасно. Драфт неплохой у цедек. Когда-то от Волт Деваврора доставивался такого звания первого бана, наверное, да, чтобы никому не отдать. ОД забирался на первый пик, в случае через первый бан он прошел. А сейчас как-то последним героем он зашел, и реакция весьма скудная. Ну, зашел-зашел, типа, окей. Волт Деваврора. Герой-то весь сильный, конечно. Герой очень хороший. Ну, нужно правильно исполнять. Итак, Сита Гейминг под смоками и на Рошана. Вот этот момент. Вот этот пошел. Поехали, ребят. Будем смотреть сейчас за интереснейшим моментом. Да, с бодластом. Кстати говоря, Дэмонс, естественно, он бафнул уже Урсу. Подойдет ли сюда кто-то еще? Ну, остальные развлекают, посмотри. Пространство создает, да. Да, да, он просто рукает к себе внимание. Говорит, ребят, я здесь, вот он, пожалуйста. Команда у меня, если что, будет за спиной. Да и вообще ничего не боюсь. Если хотите, убивайте меня. Но в это время очень полезными вещами занимается Сидек. Да, Айджи этого не знают. Айджи этого не читают, бегают. По очереди танкуют Сидеки этого Рошана через фласочку. Хилок много взяли, конечно. Рошан падает, и с каждым ударом все быстрее и быстрее решается он здоровья. Дэмонс сейчас выйдет. И неужели до сих пор не догадываются Джеки? Да. Конечно, не догадываются. Они Джекира видели на топе, видели бодрайдера на боте. Они просто не могли предполагать то, что Сидеки тут вдвоем заковыряли Рошана через три или через четыре фласки. Ну, он того, видимо, стоил. А второй уровень получил. И дэмонсы, и Урса сразу же, и Саегисон, конечно же. Деньги взяли. Еще и баунтиру, но будут собирать. Одну правда. Хороший момент. Молодцы, Сидеку. Давненько я такого не видел. Обычно команды стараются не рисковать, даже если пикают Урсу. Стандартно выходит просто роны забирать, какие-то варды ставить. А тут прям такой хороший, позитивный момент. Сидеки, красавчик. Ставим мы за это им плюсик. Ну, даст ли им этот бонус что-то или не даст? Это, конечно, большой вопрос. Ну, понятное дело, что первые пять минут вряд ли кто-то пойдет Урсу убивать. Сейчас просто не захотят, зная, что у него есть Аегис, например. Ну, с другой стороны, Урс удачно использует Аегис тоже не сможет. Разве что только агрессивно фармить и не бояться ничего. В этом будет применение. Ну, с второго уровня начал, это тоже прикольно. Итак, ноуфлейнин нас сами ожидает противостояние. Здесь три героя против двух. Три героя стороны от Айджи. Это Q-суппорт на Акунке. Бернинг на Сларке в качестве керри. Бабока на суппорт Рубики. Ну, а Сидеки вдвоем противостоят этой трипле. Это Димонс на Агармаге и Джун на Батрайдере, соответственно. В миде. Тут у нас OP на Легион Коммандер и Шейд от Волдвауэр. Один на один пока. Ну, и топы мы с вами уже видели. Это Яу на Сент-Кинге в соло. Против Даблы и Септембер на Джокеру. И, соответственно, Флайбай на Урса Варьер. Вот такие вот линии. Вот такие расклады. Ну, что касается центрального коридора. Здесь, в общем, есть свои плюсы, есть определенные минусы. Мы знаем, что сейчас с использованием Пурмэншилда практически любой милишник хорошо ставит против ранжевика. Поэтому, думаю, здесь и у Легион Коммандер проблем быть не должно. Плюс ко всему, периодически можно будет спамить своими первоспособностью, своими отзывами, своими копьями. Дополнительный фарм получаете где-то ОД раздамаживать. Вот видим, что OP или копии переагривает крипочков на себя. Пассивка работает. Он отхиливается еще дополнительно. Лайн толкает и руну пойдет контролить сейчас на второй минуте, судя по всему. Очень много урона у Легион Ки. Целых 70 с фейрифайером. Но это средний урон, естественно. Там, ну, правда, тут Патавр подставил с OP после Астрала. Немного дамеджа на получал. Есть хилка. Все в порядке. Ну, вот, конечно, у Гармака Батрайдер это крайне неприятная линия. Мы вот на подшедшем саммите очень часто наблюдали, как ставится это дабла в хард. И начинаются какие-то проблемы у суппортов. Ну, вроде, казалось бы, все просто. Ты просто не подставляешься под Батрайдер, не копишь на себе стики Напалм. Покупаешь сам себе стики. И вроде как справляешься. Но вот возникают периодически какие-то трудности. То у кор-героев, то у суппортов, которые поймали там три с небольшим стака. И все, Батрайдер сразу же летит и делает фраги. Ну, пока суппорты отошли, остается один Бернинг. Бернинг себе Magic Stick купил. Левел третий. Пока, вот, качал на третьем уровне ситарпакт. Все на единичку. Ну, и вроде как держится. Вроде как держится, имеет 8 на 2 крипстат, что неплохо. Опять-таки, не так хорошо, как у Урса. Потому что Урса на фрифарме находится. Ну, и две минутки осталось до окончания Игис. Ничего страшного. С другой стороны, это Ворошена можно будет тебе прям по кулдауту запирать. То есть, первого забрали до выхода крипов. Второй там упадет, я не знаю, минуту там к восьмой, к девятой, может, к десятой. Ну, и, соответственно, и так далее. Так, Торрент подтягивает в стаку. Мсэгинг там тоже выдал свой стан. И Икс СС знает, как нужно уходить из-под Урса и из-под Джокера. Это просто юзать ТП. А второй раз он уже использует ТПшечку. И сматывается. Пока не Тай Спаса, то, конечно, выживать можно. Ой, Флайбай. За Ку пошел. Ку дал Торрент неточный. Флайбай продолжает свое движение. А если Игис вообще ничего не боится. Надо только найти. Ку неплохо маневрирует в лесах. И... Да, отлично использует лес. В итоге выживает. Флайбай. Может, Игис на родном месте потерять. Вам? Нет. А Игис и так скоро исчезнет. Его можно было бы потерять намеренно, чтобы возродиться с полным запасом здоровья и маны. Пора бы его уже терять, я бы даже так сказал. Просто если ты будешь регениться, тебе там что-нибудь может сбить регена. Ты в итоге, как бы, что был с Игисом, что был без него, без разницы. Ну да, в момент окончания нужно где-то отойти, будет аккуратно. Под крепами не стоять. Ну, просто вперед, говорит, копай меня полностью. А те знают, что тайминг-тайминг. Ну, вот ладно, Игис был потерян. После Игиса смогут для него забрать. Они все-таки втроем. Но Джакир, конечно, поможет. Подкоп пошел. Будет Торрент. Фейтболт. А сейчас он ведь развернется. Ой, сейчас развернется. И будет убивать людей. Да, начинает в Ку вгрызаться. Ку проседает. Ку погиб. Подтягивается. И правда сюда в центра. Между прочим, под хостой. Без дуэли. Можно взять ТП и улететь. Флайбай, он улетает. А Ферресблот сделал-то игрок команды ЦДЕК. А на топе уже 4 человека. И ничего никто не смог сделать. Рановато, конечно, легенка сюда переместилась. Просто очень хотелось использовать этот хейст, этот баф. Как-то по назначению, помочь, как своей команде. Вот за мизы кидать может противник до смерти. Но не получилось. Да, хороший. Все-таки вот Айегис, он дал определенный плюс для Флайбая. Сагрились на него Айджи. На этого Флайбая смогли один раз забрать, а потом на развороте он поубивал. 1-0 в пользу ЦДЕК. Плюс ко всему Рошан тоже был за ними. Ну вот видим, преимущество такое наросло на отметке 2000 с небольшим для команды ЦДЕК. Это хорошо. Ну вот пошел за Бёрнингом. Джон, вот об этом я и говорил. Зазеваешься и все, беда. Ну, правда, Бёрнинг оставляет себе Паунс, использует последний момент, чтобы ни в коем случае на Бэтрайдера же не прыгнуть. Это был бы жуткий фейл. Но спасается. Спасается и не погиб. Ну и тут открыта у меня табличка крипстатов. Я вижу, что у Дея, у Урса и у Бэтрайдера топовые показатели. Совсем ненамного отстают Легион Коммандер и Сларк. Но вот очень серьезно отстает Сент-Кинг. И с оффлейна на шестой минуте парень имеет только четыре крипа. Это очень мало, конечно. Да, что-то загонял прям совсем XXS-а Flyby. Видимо, тяжело доминировать над героем, у которого Аегис там первые четыре минуты. Как ты? Ты его не можешь заставить отступить. Ты можешь его накоцать очень сильно, а ему все равно. Поскольку у него Аегис есть. А сейчас Flyby уже не боится. Потому что у него пятый левел, а у Сент-Кинга левел три. Если его хочешь, тяжело уже напрягать оппонента. Сейфлейни вражеского. Но, тем не менее, у Сент-Кинга на эту линию уже возвращаться и не будет. Но слишком тяжело там стоять. Действительно, есть возможность подставить, подать с пассу, просто съезд. Сент-Кинга, мы знаем, неплохо лес свой стоит. С другой стороны, для леса у него пока и айтем билд не очень хороший. Нет, например, какого-то аронталона. Может, купит. Пойдет в лес. Но пока нет. Пока падает лишь только тавр, потому что у Джакира появляется второй Liquid Fire. Конечно, не третий. С третьим было бы намного проще, но второй тоже помогает. Немного продавливать линию. И, ну, если кто-то зазевается из Айджи, если перестанут они ходить на оффлейн, например, то можно подлежиться. Там терением атака пошла на Сларку. Сларка есть Shadow Dance. Shadow Dance он использует. Пытается уйти. Поднать здесь не получится. Знаешь, и Сларка гоняют. Вот прям остался он без поддержки суппортов. И бутрайдер неистовует. Летает над ним, сжет его, напалмит. Очень неприятно. Бернигу даже крипы нейтральные не достают совсем. Купил себе аэронталон, купил себе Пурманшилд, купил себе Рейнтроп, стики и танго. Просто для того, чтобы комфортно стоять на одной линии. Столько расходового материала, столько промежуточных артефактов купил Берниг для того, чтобы на этой линии стоять. Очень много прям. Да, неприятно, конечно, приходится. Но, в принципе, Бернинг все равно свои вещи заберет. Аэронталон нужен для того, чтобы лесочек пофармить. Может, он даже не с Shadow Blade начнет собираться, а купит саблю себе. Сейчас так многие Сларки делают. Насколько это побольше? Насколько это побольше? Ну, если ты хочешь лоб в лоб драться, то это лучше, чем Shadow Blade. То есть, если ты чувствуешь, что тебе драться надо, а загангать никакой не получается, то лучше саблю купить. А так, хотя они под смоками? А куда ты откинул? Ой, телекинез дал. Есть дуэль, но подай спас. И, возможно, дуэль ты не выиграет. Саупи, Бобока. Тут как-то Саупи, они явно... У них произошел какой-то рассинхрон. Мискоммуникация. Я не знаю, как ты иначе назвать, потому что откинулся от легионки Бобока. А не к легионке, чтобы дать дуэль. Довольно странно. Был тут легионки погибают, дуэль не выиграна. И Бобока тоже погибнет. Это было действительно странно, но на самом деле там настолько хорошие тпшки делали цедек, что это и не порешало в итоге. Но мисплей, скорее всего, какой-то действительно произошел. Это было странновато. Вот почувствовал, я... Может, наоборот, как-то откинул, чтобы септембра и спасом промазал. Он по итогу и спасом промахнулся. Как-то попал мне. По-моему, нет. Ну, не знаю, что мне подлагало. Первые секунды дуэли на месте стояло. Ну, ладно. Ну, ладно, как бы там ни было. Единственное, что я хотел подметить, мне на протяжении первой карты еще показалось, что Айджи сегодня как-то не собраны. Вот у них, ну, вот случаются какие-то такие моменты, при которых они, ну, то ли неудачные атаки делают, то ли... Ну, просто, может быть, не настроились, ребят, на игру как-то. Как-то вот это не Ти-Айджи, которые хорошо показывали себя там на... Там же ДПЛ, там первое место они тут, да? ДПЛ, они вот больше сконцентрированы на победах. В других квалификациях. Тут вот как-то совсем у них не клеится против седеков игра сегодня. Что, в первой карте не пошло, а второй тоже плохо стартанули. Ну, вот есть Телекинез, может быть, сейчас просто выиграть дуэль, подкопали. Есть дуэль, есть Айспас, захватит ли урона. Да, выигрывается первая дуэля Толпи. Отлично. О, десятка дэмэджа приехала. Очень приятный бонус. Старт, а самое главное положено. А старт есть, значит, можно будет играть тут. Первый фраг. Поздравляем Айджи с тем, что размочили счет на 10-м. Ну, урст и времени. Морбит маск. Что у нас по Рошану? Рошан-то, между прочим, появился. Рошан-то уже стоит и ждет Урсу. Урс должен быть тайминг. В такой игре сырный Рошан появится до 30-й минуты, скорее всего. Потому что второго сейчас должен флайбай перерезать и получить Айгис. Соответственно, третий Рошан там распавнится где-то ближе к 20-м, там, минутам 23-х, 24-х. А это очень необычно, да, видеть вот именно сырного Рошана, да, в такой ранней минуте. Такое происходит только с какими-то first-level Рошанами. Ну, или когда Урса совсем там беспалево, знаешь, берет Смоук, там, на пятой минуте уходит с сейфлейна и идет убивать Рошана. Ну, такое только в паблике бывает, потому что нормальные команды такое подмечают. То есть, если Урса стояла на сейфлейне, фармила, а потом фармил, а потом куда-то резко он пропадает, то очевидно, что он в Рошпите, его там можно найти. Ну, пока, может быть, и краски из этих соображений, если таки, не торопятся Урсу отправлять на Рошпит, потому что Урса был закреплен фактически постоянно на верхней линии. Ну, вот сейчас смещается резко вниз, без Смоков. Вот Смок проюзан был только что от Джуна. Отлично, заходит. И вопрос, конечно, сейчас от Айджи. А, ну вот, вот таким вот образом Бернинг сейчас спалит. Хотя, подожди, он не палится. Он увидел подвар, потому что пробегает Сларк. Пока не выглядывает, стоит на своем пригорке. Смок все еще работает. Отлично. И вот теперь, как только Сларк ушел, заходит в Флайбай. Ну, шикарно сыграно. И вард поставленный, Смок использован. И ТП-шка четко. Ну, и правда, Бернинг вернулся, все-таки увидел Флайбай. Бернинг настойчивый. Да, ну и, конечно, прогоняют здесь Флайбай. Так просто ему никто от Ворошана забрать не даст. Будет здесь драка, будет битва, видимо. Что подтягиваются герои Айджи. Так же и Сидеки тоже уже четвером тут. Пятером даже. Ну да, пятерка против пятерки. Урса без ХП. Сенкинг заходит вперед. Подкапывает от Волдвуар, получает Fire Blast. Лучше Отзи. Пошла дуэль. Айспас успел положить. Септемр, очень даже неплохой Айспас. В итоге от Волдвуар может покинуть. Плячься, я обострал. В итоге дуэль еще не выиграно. Ну и может причитаться субить. Там падает Террием Флайбай. От Волдвуар подкапывает еще раз. Все-таки погибает. Минус два уже. Ну а дальше можно преследовать. Да, Бёрнинг готов, если что, заходить. Минус Джекирос. Джекирос снова дает, конечно, Айспас по всем. Но это не помогает Седекам как-то перевернуть драку. Минус четыре. Остается Джун, который ловит Бёрнинг. Успевает на пригорок залететь Джун за счет своего фарт-флая. Очень побитый, конечно, Инвиктус Гейминг. И МП маловато. Но Джун один из тех не забрать не сможет. Как-то нагло Седеки себя повели. Стоят Тер-1 вышки на миде, на боте. Даже если бы они тут драку выиграли, они могли не успеть Рошана-то по итогу забрать. Потому что там какой-нибудь байбэк был бы и телепорт на Тер-1 вышку, и герой бы присоединился. Чтобы так нагло забирать Рошана, нужно сначала в смоуке выйти кого-то убить, а там вышку какую-то, может быть, забрать, а потом уже заходить в Рошпи. Это очень нагло так действовать. И надеяться, что тебя за это не накажут, ну, очень глупо. Ну, по итогу, да. Три тысячи голды в разнице они потеряли. Денег было заработано уйма. И Сларк доволен, Легион как-то доволен, несмотря на то, что дуэль выиграть не удалось. Ну, или Рошан, что самое главное стоит. Вот он, почти с фулл-хп, подтягиваете понемногу. А соблазн-то большой в очередной раз эдеком зайти этого Рошана забрать. Урст-то все вокруг да около бегает. Ну, я думаю, АДЖИ, если не, опять-таки, не про втыкают в этот момент, они снова соберутся и снова проведут файт. Уже, кстати говоря, с использованием новых айтемов, с лучшим левелом, с большим количеством денег. То есть уже должно быть намного проще. Ну, и 5-3. Ну, вот таким вот образом АДЖИ камбэч, не боюсь этого слова, потому что седеки вели-вели довольно много, 5000 на 9-й минуте, а вот сейчас преимущество у седека осталось всего лишь 2000. Это уже и преимуществом сложно назвать на 13-й. Поэтому карта выравнивается понемногу, по всем показателям, и действительно, и АДЖИ имеют прекраснейшую возможность сравнять с серией. И второй матч на сегодня может закончиться 3-й карты. Нужно только вот не упускать тот самый задел, который им подарили седек. Доформить себе свои артефакты и давить-давить-давить-давить. Ну вот Бернинг, Бернинг 2200. Не покупает себе Shadow Amulet. Может быть, хочет купить Shadow Blade right-click, а может быть, хочет купить себе что-то другое. Может, хочет купить себе саблю right-click, потому что сабля стоит 2650 золота. Хочется ему, видимо, и Пурманшилд иметь, и капельку, и стики. Может быть, Дайгер будет покупать. Хотя он тебе тоже что-то купит. Shadow Amulet все-таки решил купить. Ну, его выбор. Когда ты можешь поодиночке кого-то гангать, Shadow Blade это самый лучший вариант, который только можно придумать. Правда, тут герои все очень жирные. Тяжело будет поодиночке кого-то убивать. Смог. Пошел. Лассо. Первый использование с Блинк Даггером от Батрайдера. Айс пас. И Сэнд Ким погибает. Хорошая лава. Слишком много огня. Сожгли Короля Песков. Тут еще же и Огрмак с Игнайтом. Угу. Реально все поджигает. Ужасно просто. Опять-таки, у них такая связка. Вот Батрайдер и Огрмак, конечно, не зря мы говорили про их замечательный дуэт в оффлейне, потому что сочетание хорошее. Оба могут замедлить, оба могут прожигать противника. Есть и Стан, и Дизейбл Лассо, да. Самая, да, большая проблема на начальной стадии, это когда Демонс там дает Бладласт, и Батрайдер залетает вот на Фаерфлай, и он просто обгоняет тебя с тапком. Если у тебя есть тапок, и у Батрайдера, то он тебя просто обгоняет, он тебя зажигает. Вот. Ну и да, конечно же, Стан тоже нужно иметь в виду, потому что пока Лассо нету, сбить ТПшку нечем. И вот как раз-таки Фаербласт Огра, он позволяет вот такие, казалось бы, безнадежные фраги делать, если там оппонент просто депаут нажимает. Все так, все так. Ну что ж, больше фрагов мы с вами не видим, видим, как только что флайбайк нас допускает. Такую довольно забавную ошибку, он донайл свой тавер, стоял, лупил его, лупил, лупил, а потоки хрипых тавер съели. Ну ничего страшного, ладно, денег противнику подарил. Больше. Ну и тоже блинг имеется у него, левел 10 играет без мам, обратите внимание просто блинг. И морбит маска. Уадэф расстав, ну, это стандарт. Ну и, кстати говоря, стоит и обратить внимание, так что и бутрайдер, да, купил себе блинг даггер, мы это видели, но и купил себе блинг даггер, не став при этом приобретать первым драма фэнджеранс, да, то есть упор сделал именно на быструю инициацию. Ну а барабаны, видимо, появятся еще, в общем. Бернинг, нашел флайбай, впивается, флайбай на развороте, энрейдж прожал. Крест, торрент, кораблик, урса. Большие проблемы, айс пас, конечно, неплохой, но дэмод же слишком логического, много залетает. Ну а дальше, от Волдевауэр. Дуэль получает. Правда, Форстафф успел съехать в сторону Макропира, Легион Командер, дуэлис не выиграть, главное, что в самом живых остаться, айс пас снова потрясающий. Бернингу практически сгорел Сларк в Макропире, но, похоже, эту драку должны все равно айджи выиграть. Ну драка продолжается, Джун идет дальше за Икс Эксессом, снова Крест. Эксесс Бороустрайк через 3 секунды, надо жильстики откатиться тоже совсем скоро, но айс пас. Эти айс пасы просто какие-то волшебные, а Джокиру уже какой раз они выручают. Сидэк Гейминг, Бобока падает, размен 3 в 2, драка продолжается, Бернинг уже здесь. Подхилиаса прыгает, не попадает панцом, но еще Дарпакта съедает Бэтрайдера. Дальше опять Кресты, Фаербласт получает сам Сларк, есть Дарпакт, Шадоу Блейд катится через 3 секунды, нужно уйти на безопасное расстояние. Дальше в Шадоу Блейд и можно будет развернуться, потому что ХП будет восстанавливаться очень быстро. Но возвращаться он не стал, и драка на этом закончилась. Ну что ж, 3 в 3, по идее, должно быть. Да, такое интересное месиво получилось на миде между командами. Так, что у нас с Рошаном? Рошана по-прежнему никто забрать не смог. Ни Цедеки, ни Айджи. У Айджи нету героев, которые Рошана быстро уничтожают, поэтому пока не появятся какие-то хорошие артефакты на Легионке и на Сларке, ну, они Айгис забрать не смогут. И это должны Цедеки понимать. То есть им не обязательно торопиться. Они в любой момент этого Рошана забрать смогут. Достаточно просто выиграть драку. Ну, вообще-то да. Но, опять же, вот чтобы выигрывать драку комфортно, им срочно нужно подумать о том, как заткнуть этого самого Джокира. Потому что эту драку я не наблюдаю. Все время Айспасы по-троим, по-четверым. Причем кладет их Септембр очень круто. Вот реально прям здорово. По всем персонажам. И очень много дэмэджа под Макрофиру потом заходят. И под Далбресс. Ну и за счет этого, за счет этих хорошо проведенных файтов, Септембр уже купился и Глимер Кейп. Это будучи суппортом пятой позиции, по факту. Да, суппорт пятой позиции, который получил денежки изначально за Ферст Блад. Но этого иногда бывает очень мало. Потому что тебе все равно нужно и варды покупать, и какие-то другие там сопутствующие артефакты. Ты посмотри, сколько вардов наставлял Септембр в Миде. Это просто жесть. Просто все в вардах. Тут тот момент, кстати говоря, смог поражали IG, но был скан, и седеки все видели. Сейчас затаскивают, а не Q просто на пригорок. Q здесь никто помогать не собирается. Продают Q. Довольно дешево продают. За бесценок, я бы даже сказал. Немножечко интеллекта на стакал Диваурер. У него 11 уровень. А вот потери кунки, это попытка ли будет от седек забрать Рошана? Хороший ли это подспорье? У тебя даже не знаю. Сенткинг без блинка. Есть эпицентр, правда, левел А1. Наверное, седек попытаются забрать. Задаются. Файбай уже залетел. Под блинком. Что дальше? Тут Хейст валяется. Между прочим, рядышком находится уже IG. В составе трех человек. Надо только просветить. Так, опять-таки, айс пасс. Но Хейст все равно забирает себе Legion Commander. Есть армлет, боттл. Соответственно, в боттле сейчас есть Хейст. Может быть, вовремя активирует. Залетает. Привет, Урса. И Урс успевает забрать Рошана. Забрать Аегис. Но драка может сейчас начаться не под сценарию IG. А Бернинг ни в кого не вцепляется. Пока просто упрыгивает за счет своего паунда. Засралом зацепили. Бабоку. Бабоке больно. Бабоке, да. Бабоке погибает. Ну, а дальше Аегис пытается выкопаться и куда-то уйти. Особую очередь секунд. Всю поле лишь 10 секунд. Но там еще и Огармак. Там еще и, конечно же, Урса. Заходят в центр и ставят прям по Тавар. Аксесса тоже. Убивают. Ну, что ж, минус 2. Плюс Аегис. Плюс Рошан. Все это в копилку Седек. Да, отличная работа. Флайбай, кстати, начинает покупать БКБ, судя по тому, что он купил Агарклаб. А может быть и Аганим купит. Правда, непонятно, зачем ему тут Аганим. Чтобы из-под торрента как-то вырезать с кораблем. В дуэли жалко, ты не можешь поражать ультимейт. Дуэль дает еще и Сайланс. И Сайланс, да, не позволяет тебе, соответственно, нажать Enrage. Если ты Аганим покупаешь. Так, там на топе поймали Кунку в очередной раз. Ку погибаясь. Медленно и мучительно сгорают герои команды Айджи в таких моментах. Видно, как вроде бы можно помочь, да, как чувак еще там какими-то скиллами успевает откидываться. Но не хочется лезть, не хочется давить, потому что ты тоже, скорее всего, сгоришь. То, что все горение, оно в АОЕ фактически происходит. Если что хочешь помочь кому-то, будь готов, что сожгут и тебя. Да, поэтому Кунка и погибает нас. Подряд несколько раз уже. Ну, правда, на верхней линии сейчас непонятно. Но подставился, видимо, сплит пошел просто. Есть уже пика у Шейда. Форс Тафф у Бэтрайдера. Ну вот, да, убегать из-под возможных атак противника. Где-то маневрировать по замесу. Спасать своего тиммейта. Это, конечно, все полезно. Мы даже видели, что в некоторых моментах у нас эти форс Таффы решали. Особенно, когда легионка подходит вплотную, уже видно, что будет давать дуэль. Успеваешь на свою кору нажать форс Тафф. Дуэль срабатывает. Но разница, расстояние довольно большое становится между двумя героями. Пока они снова соединятся и пройдет время. Время действия дуэли. Естественно, дуэль не выигрывается за счет этого. Видимо, что всего лишь на 21-й минуте у легионки 10 дэмэджа ворованного. Да, не ошибка-то много. Даже не ворованного сработного. Да, маловато, маловато. Ну и снова лассо готово. Батрайдер вновь на острие атаки. Залетает, фаерфлай подрубил. Ну, видимости мало очень. Все-таки туман войны есть еще. Ночь. И тяжело кого-то обнаружить. Вот сларк. Ну, сларк это не та цель. На сларк прыгать не хочется и батарпакт. Второе, кстати говоря, стронг диспелл в команде. Первое это приз атак. Второе это батарпакт. И все против лассо хорошо смотрится. Сэнкинг приобретается Блиндаггер. Ну, вот теперь нужно чуть поаккуратнее стоять с эдеком. Если Сэнкинг хорошо ворвется и копнет как следует. Со вторым эпицентром. То могут быть неприятности. Ой, Берник нашел. Нашел Урсу. Флайбай. Проблема. Флайбай. Есть айгис, конечно. Но он еще и на развороте терется неплохо. Берник вынужден упрыкивать. Инрейдж, инрейдж. Впитывает себя огромное количество урона, конечно. Не позволяя Урсе погибнуть. Жело такого пробить. Да. Ну, вот какая-то такая вязкая игра у нас получается. С одной стороны, вот кажется, что Сидеки реально на коне. Сидеки выигрывает файт за файтом. Забирают рошанов. Эджи ничего не получается. С другой стороны, оцениваешь индивидуальные показатели по нетфорсам. Видишь, что вроде неплоха Легионка. Во всяком случае, отставание не так и велико от той же Урса. От Трайдера наравне держится. А Слак так вообще топ-1. Ну, вот, конечно, все-таки оффлейнер. Немного проседает по этому показателю. Сэнкинг. Ну, вот Блинк только-только приобрел. Но, с другой стороны, в общем-то, сильнее Сэнкинг уже вряд ли станет. То, разве что с покупкой Аганима. А так, все, что нужно у него имеется. Второй эпицентр и, конечно же, Блинк Даги. Да, разве что, может, какой-то Вейл оф Дискорд можно купить. Который, кстати говоря, приобретает Джакира. Урон Сэнкингу сложно усилить. Ну, вот с Аганимом он, конечно, будет помощнее. Потому что он пассивку будет накладывать на героев. На тех, на которых будет действовать подкоп. Это тоже, в общем-то, хороший дэмэдж. Вот, но все же, все же, все же. Задача Сэнкинга в драке жить и постоянно кого-то ставить. Чем больше людей, тем лучше. Патрайдер вновь взмыл вверх и пытается найти цель. Цель здесь была, но уже улетела. Не получится, Патрайдер. Это так, видимо, уйдет в никуда. Ну, вот БКБ все-таки пытается купить себе флайпай. Но, естественно, тоже понял, что, наверное, в Аганиме смысла особого нет. А вот БКБ может помочь. Ну, действительно, есть отчего. Ибо и Телекинез, и Торрент, и Корабль, и Сэнкинг своим подкопом. Все это какие-то неприятные станы. Все это позволяет кайтить Урсу. А Урса не любит, когда его кайтит. Урса любит обнимашки с кем-то делать постоянно в траке. И БКБ позволит это сделать беспрепятственно. Сейчас пока обнимается, видим сеншнами. Раз забрал, два забрал, три забрал. И Свиток уже накопил. Фактически себе, да. БКБ. Ну что ж, верхнюю линию поддавливают те временем Invictus Gaming. Ку здесь Форстав еще не доформил. Думаешь, что кто-то сюда придет. Они поставили вард, поставили в центре. Ну, если кто-то пойдет сейвить, например, свой тавер, можно будет его принять. Ну, в ответ Седеки просто забирают червей Терпан. Терпан, конечно, забирать по приятнее, неожиданно террать. Да и Седеки побыстрее это делают элементарно. У них Джакера есть и Bloodlast. Скиллы, которые... Ну, у Джакера и Liquidfire, а Bloodlast, соответственно, скиллы, которые позволяют быстро с вышками разбираться. Мы видим то, что Т2 уже упала на боте. И на топице деки только к этому моменту Тер-1 потеряли. Еще раз я повторюсь, но скажу, как же хороший Септембр. Не только потому, что у него есть какая-то врожденная способность давать Liquidfire, а просто отыгрывать здорово. Септембр молодец. И артефакт у него появляется и нужный, и от суппорта, да еще и в тайминг такой жесткий. Ну, у него очень хорошая стата. 5-2-4, он и вышки, кстати говоря, там ласхитить умудряется. Вот на миде, например, Тер-1 вышка падала, и Септембр ее заласхитил Liquidfire. Поэтому неудивительно, что у него денежка, конечно же, какая-никакая имеется. Но все равно, на Джакера он играет, конечно, очень хорошо. Согласен. Ну что ж, смог. Активирует Сидек. Что касается Вижен, ну айджи в этой области у них не было. У них все еще имеется скан, который они пока не используют. Сами бегают под вардами противника. Берник должен знать информацию, потому что пассивка не работает, ребята. Прокликал. Раздеварцы, пожалуйста, точка. Ну уже выцепили, уже выцепили кунку. Снова бедняжка Кул проседает и подставляется подай спас, под лосо. Конечно же, погибают. Ну что, позволит ли этот минус нести еще один внешний тавер Сидеком? Эггис, конечно, нет. Но с другой стороны, противник в численном меньшинстве. Не хватает одного героя. Да, набрасываются на терпам. Спокойно, аккуратно будут забирать. Конечно, есть зачем отспамливаться. И вот за какие-то залетают и фейтполт. У Роби, кстати говоря, ворованный астрал. Но Liquidfire, Liquidfire понемногу-то помаленьку прожигает. Burning купил себе Shadow Blade 4200. Денег очень много у Burning. Насобирал себе кучу бабла. Вопрос, во что будет инвестировать это самое бабло Burning? Честно говоря, даже не знаю. С одной стороны, ему и Black King Bar нужен. Потому что находиться постоянно в Liquidfire и в айспасе с Макропирой не очень-то хочется. Тем более под дебафом Вейла. Плюс еще Шейд может ультануть, пока он находится в Shadow Dain. Врывается Flyby с включенным Black King Bar. Что-то странное тут совершили CD-ки. И инициирует. Драк Лайджи. Побоялся, что его тут быстро пытаются забрать. Ну, таки ПКП поражал. На него не нападают. Нападают в других героях. Ныряет там Burning сразу за сптембром. Пошел в Хирькин Плайк. Начинает там Шейд разваливать своим маркетом на рпом. Влетает Легионка, но снова подай спас. Подставляет. Супи ничего не может сделать. Просто погибается анти-эклипса. Пошел к СС неплохой подкоп. Опять же, помощи, правда, никакой не было. 2-1 на размин Батрайдер там погиб. Но от Волд Вауэр продолжает движение дальше в сторону противника. Цепляет в Астрал. Одного героя, это опять-таки страдает Сларк. Сларк погибает. Трипл килл делает Шейд. Да, но от Волд Вауэр из, конечно, раздал. Раздал, как боженька, раздал. Хирькин Пайк. Это его Сларк. И выдать там подряд 4 или 5. Сколько там на ларке на рпах? 5, по-моему, что ли. Да, он 5 ударов сделал. Столько статов наворовал. Потом клипс и летел. Просто все супер. Так, ну и, кстати говоря, Сларк погиб, не потратив денег на какой-то артефакт. Вот это вот очень важный момент. То есть, по идее, Сларк должен был быть сильнее в этом файте. У него сейчас с мертвым грузом лежат эти деньги. Эти 4400. Это очень много. И в драке эти 4400 вообще никак не поучаствовали. Просто ему в любом случае Блокинг Бар нужно будет покупать. Рано или поздно, так или иначе. Конечно, лучше Блокинг Бар купить позже. Потому что поздно купленный Блокинг Бар дает тебе большое количество времени, иммунности к магии в каком-то длительном замесе в лейте. Это очень-очень важно. Но здесь выбора нет. У тебя приходится драться сейчас. Иначе тебе поломают все вышки. Тут уже практически вышек лишились IG. И Бернинг раз за разом погибает. Без Блокинг Бара ему, мне кажется, вообще не стоит вступать в бой на данный момент. Слишком много АОЕ урона. Ну вот, Блокинг Бар, да. Купил после этой драки, купил. Форстав приобретает себе Q. А тут уже Линькин Сфера от Волтвава. Да, ну Шейд, конечно, за эту драку очень много заработал. Вырвался на первую строчку показателей заработанных денег. Молодец, красавчик, Шейд. Мы видим, на что способен этот герой в драке. Дайте ему буквально 5 ударов сделать с Аркейн Орбов. И потом он вам выдаст свой ультимейт. Прямо в лицо. Ну а из БКБшных героев пока только один Сларк. Легионка, конечно, выходит с БКБ. Ну, ОПи еще, фармите, фармите. И опять-таки меня так расстраивает, когда я вижу легионку, у которой вот цифра 10. В строчке урона за победу. Дуэль. Маловато, маловато. Дуэли выигрывать не получается. Ну, герой, конечно, такого он. Сноупол относительно. Да, если ты поначалу хорошо себя показал, пару дуэлей выиграл, потом уже проще. А если у тебя поначалу не задалось, то и потом тоже уже дуэли будет выигрывать сложнее. Просто потому, что полноценного урона не хватает. Рожан забирают Сиде Гейминг. Это должен был быть сырный, Рожан, на 28-мой минуте. Флайбай на этот раз взял себе сыр, а Шейт обзавелся Эгисом. Артефакты здоровские, артефакты хорошие. Дефюжил Блейд появляется у Урса тем временем. Но вот чувствую я, что Сиде Гейминг сейчас пойдут по верхней линии. Во-первых, эта линия нужна от того, чтобы отпушить, потому что тут в Тир-2 уже крипы подходят. Во-вторых, конечно, стоит Тир-2. Да, странно, что не стал Флайбай Башер покупать. Дефюжил Блейд, конечно, крутой артефакт на Урсе, но он хорош еще, когда есть что-то, что можно пуржить. Но тут особо так-то пуржить нечего. Вроде как. Ну, посмотрим, может, действительно намного полезнее окажется. Дефюжил Блейд. Да и фарме Турса вроде бы немедленно. Слушай, драку за дракой выигрывают. А можно баф при атак сбросить еще за мной? По-моему, можно. Наверное, можно, но это так себе. Верник, оно того не стоит. Аджона, хорошо забрали, слушай, с прокаста. Опи, опять-таки, при атаке он тебя прожал, он получил фаерпласт. Дальше ПКБшки прожимаются, начинает драться у нас от пол-двар, поднимает его в Телекинез, прячется в Астрал предварительно. Бобока проседает, Бобо Бобоки, Бобока погиб, снова фаерпласт получая. Есть эпицентр, раскастовались там в Легион Командер, ее тоже забрали, Диман сделает дабл-кил. Но Урсу съели с другой стороны, будет, так вот в авто, в драко. Гем потеряли. Кто потерял гем, а ты чей вообще гем? Это гем команды ТЦДек, все в порядке. Потеряли вернули. Я думаю, что уж может Айджи гем потеряли свой. Тогда это, в общем-то, размен не в их пользу. Но так они вроде бы выбили сыр. И убили Урсу. И убили Урсу, да, убили еще Бэтрайдер. То есть двух хоров забрали по итогу. Снова не выиграли дуэльку, снова не получает Легион Кодополнительного урона, что плохо. Но уж лучше так, чем проиграть темпайт и отдать сторону. Ну, это мы видели, как только Урси не достается Айгис, почему-то Урса погибает. Урси сыр ни по чем, Урси Айгис нужен. От Волд Вауэр был бы сыр, наверное, рад. Мне так почему-то кажется, что нужно было им обменяться вот этими полученными дивидендами из убийства Рошана. Что сейчас получилось не очень круто. Ну и обломались, то есть не удалось их грамотно использовать Айгис, не смогли ни даже внешнего вторую вышку поломать на верхней линии. Все придется начинать с самого-самого начала. Например, Джун решил начать с рецепта на БКБ. Не имея Укрклаба, не имея Укрклаба, не имея Укрклаба. О, нет, имея. Извините, извините, простите, все в курьере было. Просто не показывал. Понемногу, понемногу каст он собирал составные части, и вот приобрел себе полноценный артефакт. Укрклабр был, рецепт купил и только что приобрел себя Укрклаба. Ну хорошо, с БКБшкой Джун теперь тоже не будет чувствовать всякие неприятные станы и подкопы. Айгис остается все еще у Шейда, поэтому можно идти вперед. А что со смоками у цдеков? Все они использовали. Нет, у них есть еще один смок в магазине, и может у какого-нибудь саппорта есть. Нет, саппортов смоков нет. Ну вот, через 2 минуты будет респауниться Рошин. А, нет, погоди, это через 2 минуты Айгис кончается. Рошин где-то через 5-8, соответственно, будет респауниться. Вот, можно попробовать вот где-то к началу респауна Рошина как-то в смоке пробежаться, выиграть драку, собрать четвертый Айгис и второй сыр. Ну, они пытаются просто напасть. Успевает спастись Бернинг. Ну, карт, конечно, черна. Тайджи, единственный вард у них до сих пор еще стоит, каким-то чудом, до которого просто не добрались седеки. У них есть гем, они все эти вардят, конечно же. Ну, в свою очередь, правда, надо отметить, что у седеков самих, карта не очень-то хорошо подсвечивается. Один вард, который не стоит на верхней линии. И тот, который уничтожается прямо сейчас. Слушай, ку нашел, тут вард поставил в центре. Кроссовчик. Видимо, Сларк пропинговал. Попа, и подловили. Сларк, Сларк с Эльвер Реджем только приобрел... Как же его скидают-то быстро? Ни Шату Дэнс, ни БКБ не поражает такой ситуации. Лассо, файрбласты и плюс курса. Это сильно, это больно. Неприятно очень смерти, без байбэка остается Сларк. Вот если заметили седеки, что он купил Сильвер Редж, этот Сларк, то для них это сейчас, как для БК, красная тряпка заход на хайграунд. Они должны будут просто идти и ломать в сторону. Судя по всему, они будут пытаться это сделать. Судя по всему, они действительно намерены поломать в сторону. Ну, или, по крайней мере, ты три вышку, пока распавнится. Сларк, репы просто очень далеко. Легионка покупает БКБ. Теперь она не будет стоять в айспасе, но по-прежнему. Так, что это... Так, что это... Варту, варту, собственно, инициация, интересная туэль. И как же у ДСП-10 урона, или сколько там? 14-14 дополнительных урона для ОП. Там кончался Айгис, так нагло решил сыграть. И теперь БЦентр, подтянули. Хорошо, линькин сфера, форстапфа спрятал себя, дальше Урсу пошел в бой. Жив щитом будет, айспас на блинке сваливает после Астралы шейф. Неплохо сыграно. Сам Урсу под БКБ пока бегает, тоже никого бить не смог, ибо не сцепили ребята. Не подстанем никого. Enrage, флайбай, поцепили на крест. Торрента не было, снова айспас под вам героем. И нужно отходить. Да, интересный, конечно, способ. Но можно спрятать флайбай. Главное сейчас уйти. Мне кажется, нету блокинг-бара на Урсе, врывается. Сент-Кинг. Так, тут было лассо, но почему-то в Астрал спрятали ребята. Ну, это, скорее всего, Рубик воровал на Астрал, да. Он пытался таким образом OP подсейвить. В итоге OP все равно погибает. Прошел Бернинг после респауна. Идет вперед. ПКБ поражал, Шадоу Дэнс все еще и меньше. Астралы пока сейвы хорошие. Раскайки пытаются Бернинг и прячутся в Шадоу Дэнс. Флайбай будет ли атаковать? Айспас хороший. По итогу выживают Сидеки. Никого не смогли убить Айджа. Жесть какая-то. Как же они могли быть жестоко наказаны за такой наглый дайв вот сюда. Но не получилось никого подцепить. Не получилось особо никого убить. И по итогу-то Сидеки были без Энрейджа. Без БКБ на Урсе. И все, что у них было, это вот БКБ плюс Эклипс на Шейде. Это, в принципе, немало. Но все равно. Но драться, наверное, не очень хотелось с неполной маной, неполным здоровьем. И уж тем более не с полными готовыми артефактами и способностями. Но по итогу Сидеки все-таки в бой вступили. Еще приятно то, что они вышли победителями. Они двух коров забрали. Легионку и Сенткинга в этот раз. Отличная работа. Ну да, и вновь. Вот Легионка, казалось бы, только-только приобрела себе БКБ. Но вот сейчас я точно доберусь на противника. Вот сейчас я точно кого-то поймаю в дуэли. Мы убьем. А нет, на БКБ есть, к сожалению, лассо. И беда. Лассо было использовано сразу. И по итогу Легионка никого не смогла даже зацепить. Очень неприятно, очень и очень больно. Смотреть, опять же, на такой Легион Командор. Но не отчаивает, скажешь, Легионка. Она может работать уже теперь с БКБ. Не для того, чтобы, например, зарабатывать какой-то дэмэдж, а просто для дизейбла. Ну, условно, какого-то героя отвлечь. Если удастся там от Фолд Вауэр на себя придержать, пока Бернинг будет расправляться с противником. Такие вот опции появляются. Было бы, конечно, приятнее, чтобы если бы это Легионка была кем-нибудь лесником, то есть помимо Легионки был еще парочек каких-нибудь коров хороших. Ну, там условно, например, Кунка с Армлетом и Дэйдаусом. Вот тогда. Тогда можно работать в качестве просто дизейбла. Скорее смог. Батрайдер пошел вперед. И вот тут же подловили. Смогут ли его забрать? Вбивается корабль. Очень быстро уничтожили. Но, правда, там подставился и Синькинг. Урс останавливается с помощью Диффужил Блейдса противника. Бегает под БКБшками. Бернинг и ОПИ никого поймать не смогли. ОПИ под БКБ. Залетает дуэль в Огармага. Ну, вот, может быть, сейчас. Да, удается выиграть. Отлично. Айсфаз дальше. Флайбай. Разворачивается. Но ОПИ. Шейд пробивает. С руки ворует интеллект. Правда, пока немного своровал. Всего лишь два удара попал Аркинорбом. Дальше Бернинг. Вгрызается. От Волдваур тут на Форстайв пока отъезжает. Что же там у Урса? Урса большие проблемы. Урс остался без ХП и далеко от своей команды. Его просто убили. И один в три драку выигрывают. И Бегтус Гейминг. Наконец-то у них получилось это сделать. Да, и Бернинг тут тоже вот башерочек у нас приобрел. Как-то попроще стало ему и стаки набивать, и в соло какие-то фраги делать. Да, от Волдваур в этой замесе себя никак вообще не проявил. Очень мало удалось попасть своим Аркинорбом. Плюс ко всему и Санит Эклипс откатывался все еще. И вот только сейчас, да, вот появляется Эклипс, появляется Аркейн Руна у Шейда. Ну, у Шейда, видимо, Аркейн Руна давно уже была. Просто он не смог ее активировать. Незачем было это делать. Будут драться сейчас за Центра. Ребятки из Седек. Таковырсы нет. У Септембра. Ну, может быть, как-то смогут зацепить и... Нет, все-таки отходят Аркейн. Побаиваются. Несмотря на то, что не Турса. Гема нет у Бэтрайдера. Пора бы уже гемом обзавестить. Где гем-то? Выбили, наверное, да? Нападают на демонца. Демонцы ошибаются. Но заставили Бернинга нажать Блокинг Бар. Это очень важный момент. Бернингу нужно отступать. Лассо, Тарпак не успел проложать. Есть Шатудэнс, правда. Смогут ли его забрать? Файрбласт. Бернинг Шатудэнс используется. Анти-Эклипс. Ну и от бессходности, судя по сему, его дал шейд. Слишком мало был ворованного интеллекта. Мало демажа. Ответ, Сноупи пошел дальше через БКП. И снова Айс Пасс. БКП заканчивается. Дуэль не выигрывается. Иксэс подкапывает дальше. Астрал. Отличный Астрал. Урса впивается тем временем в Легион Коматор. Это минус. Иксэс также падает. Демажа не хватило, чтобы забрать от Волт Дваура. По итогу это минус 3. И Флайбай ускоряется дальше. Пытался взять Бернинг. Но Бернинг в инвизии убегает. Да, Бернинг в итоге там 4-5 секунд в Блэкинг Баре просто пробегал. Никого не дамажил. Стаки не набирал. Поэтому драться здесь было очень-очень опасно. И учитывая то, что Шейд еще такой не самый удачный ультимейт скастовал. По итогу все равно команде IG не помогло. Хотя Шейд дал такой ультимейт, что оставил Сларка без маны. Может это было важно в той ситуации. Я в драке 3 слайда увидел просто. А, у тебя лагает? Ну да, я сейчас перезайду, конечно. У меня прям идеально все это тут, пока в этой карте. Так вот Бернинг там было 33 ворованных стака. Вот, а с пассивки. Он реально такой был боевой. Он уже готов был траться дальше. Некому поддержать был атаку, потому что регион погибло. Секс тоже, а суппорты, соответственно, они помощники. Так что Бернинг как-то вот самостоятельно приходится действовать. Самостоятельно стараться выбивать кого-то. Нужны еще для этого артефакты. Еще какой-нибудь лишний айтем в виде... Ну не знаю, Бисел Блейда может быть поможет. Может быть какую-то бабочку вообще приобрести. Чтоб было попроще. Так, натерением в лассо подловили. Опять-таки подстревает легион командов. Слишком далеко увозит. Конечно, есть БКБ, но и падает. Падает герой, купил угроклаб, нет байбека. А много ли не хватает? 574. Купленный угроклаб. Здравствуйте. Здравствуйте, купленный угроклаб. Отсутствие байбека. Приветствуем вас. Ну и что ж, Сидеки заходит на хайграунд. 47 секунд без легионки. Придется каким-то образом спасать. Может придется центрадать. Нападают они на Джекера, конечно, тут же Астрал. Бёрнинга впиваются. Бёрнинг вынужден что-то разумает в Шадоу Дэнс. За время действия Шадоу Дэнса пытается драться с флайбаем. Набивает себе стаки. Айс пас дальше. Бёрнинг БКБ еще действует. Но вот сейчас она закончится. Сейчас она закончится. Да, вот-вот у нас закончилась. И уже драться невозможно. Шадоу Дэнса нет, БКБ нет. Легионки нет еще 25 секунд. А Сидеки продолжают пушить. Ликвидфайр все еще работает. Отволд Д'Вауэр с большой дистанции просто пробивает тавер. Глиф какое-то время еще выиграет. Икс Экс Экс Эсс раскручивает свой эпицентр. Врывается на Отволд Д'Вауэр. Тут же Рубик рядом. И удаст ли кого-то забрать БКБ от Волд Д'Вауэра. Сам уже уходит на Форстафе вниз. Слоу Граунд. Начинает пробивать оттуда. Издалека. Бёрнинг снова вступает. Больше дэнс нет, нужно быть аккуратнее, боковышки также не имеются Упрыгивает он на паунт с антиклипс И забивает его от Волт Дуваур Падает Бёрник, есть байбэк, байбэк используется ОП воскрешается, XS подкопал, погиб Гем отдал, ОП заходит Дуэль дать бы надо в кого-то, дает в Урсу Урсу прячет в Астрал, да ладно Сейвит из-под дуэли От Волт Дуваура проседает от Бёрника, Бёрник забирает от Волт Дуваура Тут же Легион Коммадор получает фаербласт И вновь его забирают, бедный ОП Но на этот раз имеется байбэк, можно его использовать Волт Дуваур тоже байбэкается, Власо подловили Сларка Подай спас, тоже убивают его, после байбэка 108 секунд и по-моему IG в этой карте уже ничего не спасет Даже байбэк ОП Все герои в таверне Наблюдают за тем, как падает у них база Центральная линия, и это не предел Так, вот геймблбейн 2-0, сетек выигрывает эту встречу Да, я только реконект К сожалению, не видел я последнюю драку Но в принципе, по игре можно сказать То, что цдеки просто лучше себя проявили Они играли как команда И на первой, и на второй карте Просто лучше продемонстрировали Более качественную, более уверенную игру Они продемонстрировали, что ли Ну, по сравнению со вчерашним днем Да, вчера IG там тоже проиграли свою встречу Но они выглядели, на мой взгляд, более уверенно В этих двух картах я прям как-то не ощутил IG Ну, то есть Берни, конечно, старался Берни как всегда потеет А вот команда как будто на расслабоне катала Ну, может быть, не так сильно Инвиктус гейминг нужна была Эта квалификация, черт возьми Кто его знает? Кто их знает, этих IG? В любом случае, сетеков мы поздравляем Они по сетке будут двигаться дальше Завтра у нас ожидается Также две встречи рамка этой квалификации Осталось совсем мало игр И что же мы завтра с вами увидим? Итак, завтра сперва В 12.30 по московскому времени Мы с вами будем наблюдать за Матчем верхней части сетки Это будет финал Венеров, LG Диньюби Очень интересное противостояние В Best of 3 победитель выйдет в финал квалификации В гранд-финал Ну, а позже, после этого матча Будут играть LGD Forever Young И коллектив Сидек Также в Best of 3 И также ребята в сетке лузеров Будут бороться за выживание в этой квали Вот такие два матча запланированы на завтра В рамках этой квалификации На ESL One Gensink 2017 У нас вроде сегодня все Да, был такой хороший, приятный день Много интересных игр мы увидели И First Level Roshan'ов И хороший пуш От команды LGD Forever Young С Пугной и ПЛ Вот было любопытно все это посмотреть Если бы пропустили эти игры То я думаю, что на канале Рухаба на Ютубе Все это должно в ближайшем времени появиться Так? Все верно? Ну, Рухаб на сегодня трансляции свои не заканчивает Ребят, 20.00 по московскому времени Сегодня стартуют финальные матчи Турнира от наших коллег Из компании Moondag Будут сыграны последние три игры В том числе и финал Обязательно смотрите С вечера, с 20 часов начиная 2 Best of 3 матч Потом 1 Best of 5 1 Best of 5 уже начнется в 2 ночи Следующего дня по московскому времени Так что обязательно смотрите Очень веселый мод Я напомню, что там герои не повторяются В рамках одной серии Будет здорово Так что на канале Dota2Ruhab Обязательно трансляция будет Ну а сегодня здесь все В рамках этой квалы Спасибо большое, что смотрели Эту трансляцию И находились на стриме вместе с нами Для вас сегодня работали Adekvat и Никита Форс-Катков Подписывайтесь на наши соцсети Пишите нам что-то Задавайте какие-то вопросы В общем Ну а будем прощаться Пока До свидания До скорых встреч Спасибо, Рустам Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok